МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глядите в выпуску. Члены постоянной комиссии по социальных питаниях Гомельского областного совета депутатов обмерковали выники реализации программы демографичной безопасности. Делегация Пензенской области наведала Гомель. Время встречи в облако-конкаме разглядывались шляхи по ширине супрацовництва помеж обо двума регионами. Старшиня Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» Алла Смоляк рассказала нашему корреспонденту об початку доброчинных акций, промеркованных до новогодних святов. В Гомельской области отрималась выконаць основные показчики программы демографичной безопасности. Ход реализации документа обмерковали подчас воезного посаджения постоянной комиссии по социальных питаниях областного совета депутатов, якое отбулося в Жлобинском районе. Программу демографичной безопасности депутаты облсовета затвердили в 2011 году. Сырод основных метод стимулирование народжальности, социально-экономичная поддержка семьи с детьми, снижение смиротности, умоцование здоровья насильства и, как выник, повеличение протяглости життя. Полепшение якости життя тяжкохворых и инвалидов так само одна из задач. Как працуют в этом направлении в Жлобинском районе, у дельники посаджения доведались подчас наведывания Территориального центра социального обслугования насильництва. У отделений дзеного знаходжения инвалидов на обслуговании 27 человек. Программа адаптации и реабилитации шмат накирована. Разом с опытными педагогами яны займаются спортом, творчостью, освоивают компьютер, наведывают массовые мероприемства и працуют. Одной из форм работы отделения дневного пребывания для инвалидов является защищенная трудовая занятость. Сначала это были проекты оплачиваемых общественных работ. Было реализовано 5 подобных проектов, в рамках которых было трудоустроено 13 человек. Позже мы стали реализовывать проекты по адаптации инвалидов в трудовой деятельности. За этот период было также реализовано 5 проектов и трудоустроено в рамках этих проектов также 13 человек. Становшего приросту кулькости насильництва по куль досягнуть не отрымливается. Подаденных на першая костричника в Гомельской области стало на 549 человек меньше в поравнании с початком 2015 года. При этом у демографичной ситуации назираются станочие тенденции. Экономичные и социальные мероприемства, продугледженные программой, дозволили досягнуть запланованного. Растут народжальность, протяглость життя. Доречие опошни покажек – 72 с половой годы. Сменьшается смиротность, утымлику и сирот особ, процесс дольного взрослого. Настероживая одно – высокий процент гибели людей от внешних факторов. Если посмотреть на летательные исходы, то есть на смерти, которые происходят, то на первом месте у нас остается 32% заболевания системы кровообращения. На втором месте, как ни странно, это внешние причины. Это суициды, это травмы и только на третьем месте онкологические заболевания. Поэтому вот здесь есть над чем работать. То, что значительно можно повлиять – это вот эти суицидальные проблемы, которые есть, травмы на производстве. Программа демографичной безопасности Гомельской области различена до конца 2015 года. Потом я изменюсь наступной. Этот документ вызначить на прамки работы по поляпшении демографической ситуации у регионе до 2020 года. Уже вядомо, что и она будет отразниваться от попередней. Новая программа будет разработана. Да, она в несколько ином будет уже аспекте, более комплексно, никак бы не выделяться. Но она будет на 16-20 годы, она уже Минздрав разрабатывается. Максим Сарин, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Отель и радиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Поширение экономичных совязей с Пензенской областью России. Удокладнение спису объектов, которые выставить на продажу в наступном году. И ситуация на предприемствах, которые належат товарыствам инвалидов. Это только некоторые темы, которые были в центре экономичного жития на доходе чем тыдни. Алексей Церов с подробностями. Все лето товарооборот помеж Гомельской и Пензенской областями стал около 5 миллионов долларов. Негде, где настановочная сальда, достигнутые объемы у «Гомеля» оценивают всех недостатковые. Все рот наибольших перспективных накерунков. Супростояниество в живелых годовле и сельскохозяйственных машинобудовании. Сегодня на палетках Пензенской области техника «Гомсельмаша» складает около 40% от огольного парка сельскохозяйственных машин. С великим того, что и она зарекомендовала себе самого лепшего боку, россияне не супрось протягнуть поставки. Причем у сей линейки от невеликих комбайнов для фермерских господарок до могутных для обойных вытворцев. Что мечтым не выключает для гомельчан необходимости прессовать во умовах постоянной конкуренции. У Пензеново створили специальные научные классы, где будущие владельники техники получают все ее плюсы и минусы. Обучаться не только в классах, но и с помощью сельскохозяйственной техники, которая представлена на площадке. На сегодняшний день два комбайна – это Полесье-8, Полесье-10. И мы рассчитываем, что эта линейка будет расширена вплоть до 14-й модели, чтобы студенты могли уже видеть новую современную сельскохозяйственную технику. И после того, как они закончат учебное изведение, у них уже сложатся свои предпочтения и понимание, какую правильную сельскохозяйственную технику нужно использовать на полях. Ясчетин – перспективный накерунок супрацовництва Гомельской и Пензенской областей живелогадовля. Сегодня наши партнеры – один из основных вытворцов молока в России. Тут поспехово працуют некаких буйных живелогадовчих комплексов. Алицепер у стратегии развития галины уносится коррективы. У Пензе вы решили выучить белорусский опыт по открытии относно невеликих ферм. Такие могли бы створать в працовники малого и среднего бизнеса. Гомельская область у проигрыша от этого таксаба не застанется. Это третий регион Российской Федерации по производству молока. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наш опыт, который мы имеем в развитии животного отства, безусловно, был использован на территории Пензенской области. Возможны варианты поставки нашего оборудования, возможны варианты строительства компактных каких-то ферм. Ну и в целом все сопутствующее к этому виду бизнеса, безусловно, мы могли бы поделиться нашим опытом. У фонда Гомель Абл Майомость подлечили. Кошт одного квадратного метра нерухомости, набытый у державы, як минимум у 20 разов ниже, чем у коммерциальных структур, что в свою чергу дае подставу казать об дальнейших неодоленных перспективах продажу державной майомости, якая не выкористовывается. У вогули, по колькости утягнутых у господачи оборот объектов, Гомельская область сегодня находится у республики на первом месте. По осудности, зараз в регионе не выкористовывается только кля полутора процентов державной майомости. Пытание утягнения леги у господачи оборот находится на особливом контроле уже 8 годов, а ли и зараз эта тема не стратила своей актуальности. Происходит на предприятиях оптимизация. Оптимизация предусматривает сокращение затрат и, как правило, высвобождение излишних, либо непрофильных активов. Они все придут к нам в планы 2016 года. И мы не оставляем эту работу на потом. Уже буквально сегодня у нас в фонде начата защита графика вовлечения в хозяйственный оборот на 2016 год. Мы хотим уже в декабре видеть картину, с чем мы придем в январе, именно с какими планами. На этом тыдне у Беларуси означали День инвалидов, и это стало ящерной подставой больше уважливо оценить ситуацию на предприемствах, которые належат той же Гомельской областной организации инвалидов. В уголе весь этот будинок належат Гомельской областной организации Беларусского товариства инвалидов. Но финансовая ситуация такая, что значную часть помешкания приходится сдавать в аренду. Так что зараз тут и стоматология, и фотостудия, и ювелирная мастерня. В Гомельском унитарном предприемстве «Швец», которое так само размещено в этом будинке, сегодня просусь около 280 человек, 170 таких инвалидов. Узроблены тут спецаденния, пронуты работники Гомсельмаша и Бабруска Агромаша, Витебского дома будавнижих комбината и Гомель Энергом. А про чатаго, некакие десятков инвалидов просусь непосредственно по месту жихаства, и они вырабляют тысяч рукавицы, например. У администрации предприемства кажут, что продукционность праца у инвалидов не такая высокая, як у здоровых людей, а ли они так само сдольны приносить корысть громадству. Инша справа, что различиваться за отременную продукцию, мкнуться далеко не все партнеры. В посылке «Вядомы» нема реализации уластной продукции и отповедно свободных сродков, а ли инвалидам от этого БОЖ легка не становится. Очень большая проблема по ликвидации дебюдорской задолженности в предприятиях белорусского общественного вида. Она у нас очень большая. У нас 4 предприятия, на которые работают 276 человек. По словам керавництва предприемства «Швец», тут отчували себе БОЖ упрямлено, коли процентов 10 от объема витворжеси складал державный заказ с гарантованными и соучаствованными разликами. Размовы об этом идут давно и на разных узровнях, а ли становочих решения по коль нема. У таких умов на предприемстве товариства инвалидов выяси знаходить у тем, что отремливают от партнеров не сродки, а их продукцию, яку уж сами и реализуют у фирменной краме. Плюс продаж тут же уластной продукции кажут, что в сравнении с иншими аналогами она самая танная у Гомеля. Олег Сентяров, Евгений Матейенко, телерадио-компания «Гомель». Новый год уже давно стал синонимом чаровництва, а вось добрыня и допомога в наши дни стали своего рода судом. У добраченных акциях, промеркованных до новогодних святов, что год принимают судьбу десятки организаций Гомельской области. Але и есть и ты, для кого допомога иншим, это обычная штоденная праца. Наш корреспондент Ганна Ковалева побывала в гостях у областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» и по традиции задала самые актуальные пытания. По всей стране в эти дни стартует традиционный марафон предпраздничных благотворительных кампаний. Как и всегда, особое участие в нем принимает Гомельская областная организация Белорусского общества «Красного креста». Как ее сотрудники готовятся к Новому году, кого собираются поздравлять, ну и в целом, чем сегодня живет и дышит эта организация, прямо сейчас узнаем у ее председателя Аллы Викторовны Смоляк. Алла Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Алла Викторовна, такой вот стартовый вопрос. Для начала расскажите, пожалуйста, какие основные направления деятельности организации, которую вы возглавляете, главные, может быть, благотворительные проекты. Это постоянный проект службы сестер милосердия, это проект управления Верховного комиссариата по делам беженцам, направленный на интеграцию беженцев в Республике Беларусь, проект международной организации по миграции, это по противодействию торговли людьми, ну и, конечно, безусловно, это профилактика ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. Алла Викторовна, Вы упомянули о работе с беженцами. Понятное дело, что отголоски нестабильности в Украине слышны были в Гомельской области. Был же период, когда поток беженцев резко усилился, и наверняка у Вас работы прибавилось. А вот как интересно сегодня обстоит ситуация? На данный момент этих лиц у нас стало немножко меньше, ввиду того, что они частично вернулись на свою родину. Возможно, они переехали в какую-то другую еще страну, но, тем не менее, большое количество у нас осталось. И Международным комитетом Красного Креста было принято решение о помощи, и мы сейчас, вот, ноябрь-декабрь раздаем, значит, ваучеры наиболее уязвимым семьям. Данной категории у нас получают ваучеры номиналом 2 миллиона рублей, которые смогут в дальнейшем отовариваться в торговых сетях Белкупсоюза. Алла Викторовна, согласитесь, но в преддверии Нового года, наверное, особенно важно не забывать о тех, кто нуждается в поддержке и помощи. Какие Ваши организации организуют предпраздничные благотворительные акции? В нашей области стартовал проект «Чистого сердца-2». Этот проект, который успешно реализован был в прошлом году, к Новому году и к Рождеству, мы акцентировали внимание на молодых инвалидов и детей инвалидов, которые будут посещаться нашими и партнерскими организациями, и нашими районными организациями Белорусское общество Красного Креста. И цель такова – не оставить ни одного ребенка наедине дома, самим с собой. И мы хотели бы вот вначале все-таки разузнать заветную мечту, какая есть у человека, и затем сделать такое волшебство, принести такой подарок человеку, который нуждается. И для этого нам, конечно, нужны наши спонсоры, меценаты, доноры. Мы сейчас их ищем. Виктор, ну а как прошла эта акция в прошлом году? Каковы были ее итоги? Ну, данная акция была реализована только в городе Гомеля. Итоги были супер. Для ожидания наших, вот мы думали, что будет достаточно скромно. Но пришло столько много благотворителей, что каждый ребенок получил не один подарок, а два подарка. Поэтому было решено, что эту акцию надо ее приумножить и распространить опыт на всю Гомельскую область. Планируется пригласить в Театр кукол огромное количество детей, где будут тоже вручены подарки, сладости к Новому году и к Рождеству. Будет назван самый большой благотворитель. В прошлом году это был владыка Стефан, который оказывал помощь очень многим детям, очень многим людям. Алла Викторовна, ну согласитесь, что доброта – это такое понятие несезонное, правда? И чтобы помочь кому-то, не обязательно ждать каких-то праздников, каких-то акций. Если кто-то из наших телезрителей захочет оказать помощь, поучаствовать в благотворительности через вашу организацию. Куда им стоит обращаться, куда звонить? В районной организации Белорусское общество Красного Креста по месту жительства, либо к нам, в областную организацию Белорусское общество Красного Креста «Пролетарская-9». Все подарки, сладкие, несладкие, вы можете сюда приносить с полдевятого до пяти часов вечера. Мы будем всегда рады. Алла Викторовна, огромное вам спасибо за беседу. И вам спасибо, Анна. Ну а мне остается добавить, что итоги этой акции будут подведены после Нового года в одном из телеэфиров ток-шоу «Пушкина-8». Мы ждем вашего участия. А зараз до новинок культурного життя Гомельщины. С наибольшь яркими и масштабными выставами, концертными программами и иншими цикавыми мероприемствами вас познайомить наш «Штотыдневый огляд» с Вероникой Ворошилиной. В этот день на Гомельщине был вельми щодрывно-культурные подеи. Варто однажды у их эпицентры находилась первоважная молодь нашего региона. Областный этап республиканского конкурса «Студент года-2015». Масштабный форум студентских талентов «Зимовая веселка». Яркое видовищное шоу-дефиле «Зазеркали» от будущих гомельских мостаков-модельеров. Об этих и многих инших цикавых подеях Гомельщины в ближайшие некольких хвилен в нашем культурном огляде. В Белорусском державном университете транспорта пройшел областный этап республиканского конкурса «Студент года-2015». Он объединял энергичных, артистичных, кемлевых, разнобаково-творчих и интеллектуальных претендентов. У делу конкурса приняли представники усіх высшейших научных установ Гомельщины. На сцене им требовало переодолеть несколько непростых творчих выпробований. Да и их удельники подошли с особливой оригинальностью и креативом. По выниках конкурса гоноровое звание «Студент года-2015» завоевала студентка 2-го курса филологичного факультета Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны Ганна Плахотнюк. А тем часом в Гомельском громадскокультурном центре пройшел областный форум студентских талентов «Зимовая веселка-2015». У делу им приняли команды восьми высшейших научных установ Гомельской области. Гэта лепшые спеваки, танцоры, актеры, выканауцы оригинального жанра по выниках конкурсов, а оно-ка першокурсник. Представить свою ВНУ студентам треба было неординарно за сабливым колоритом и разынышкой. Оригинальные творческие программы, якие склалися с танцевальных, вокальных, инструментальных и театрализованных номеров, адлюстровали шмат цикавых и нестандартных сценичных задумок. У свою чергу у Гомельским державным профессийно-техничным колледжи бытового обслуговывания отбылось шоу-дефиле «Зазеркалье». Креативные творческие коллекции представили мастаки-модельеры первого и другого курса научения, а так само кураторы и выкладчики, которые работают с ними. Смелые и неординарные фантастичные образы, продемонстрованные подчас шоу-дефиле, выбрали у себя лепшие коллективные творческие идеи и адлюстровали ауторское мастацкое бачение каждого особого створальника коллекции. На этом течение не застались без уваги и самые юные жихары и гости областного центра. Для них в Гомельском палацово-парковом ансамбле открылась выстава «У гостях у каски». Зараз в залах палаца под одним дахом мирно соседничают герои ведомых советских, а так само замежных мультфильмов, казок и киностужек. Гостей выставы сустракают «Зайцы волк», «Зну погоди», «Доктора Иболит», «Кашенис Мяротный», «Бабы Яга», а так само суспитно ведомые персонажи кассовых фильмов, «Пираты Карибского моря» и «Аватар». Уникальные экспонаты, привезенные у Гомельс Санкт-Петербурга, переносят наведовольника у чаров на свет детинства. Одновить в памяти любимые мультфильмы и каски на выставе так само можно, поглядевши их у специально обсталяванным музейным покоем. Тут же можно перенести в образы дорогих сердцу героев на папиру, скороставшись при этом разнокольоровыми алоуками, ручками и размаляуками. А юные наведовольники Гомельской центральной городской библиотецы имя Герцена переодольвали заданий захопляльного литературного квесту «Антоутопии». У библиотец обвестили конкурс на лепший выник его проходжения. По сути, эта пригодницкая гульня – основная задача уйдельника, у якого изнастей выход с закрытого помешкания. На проходжение квеста дается одна година, а по вынику уличывается худкость переодоления усих пирожкот. На этом тыдне в ушнем середине школы номер 44 имя Миколая Лебедева был поставлен первый худкостный рекорд, и он склал крыху больше за 40 хвилин. Выники конкурса будут подведены в конце «Снежня», и команда «Перамужцы» отримает приемные призы. Наступный тыдень так само обязает быть богатым и разностайным на культурные подеи. В Гомельском областном драматичном театре отбудется премьерный показ спектакля «За двума зайцами». Аматоры высокой инструментальной музыки тут почуют душевные фортепианные композиции в выполнении лауреата международных конкурсов Виталя Фомина. Кроме того, на наступном тыдне тут заплановано проведение первого областного центра конкурса «Пригажостись» от замужних женщин «Миссис Гомель-2015». За гоноровый статус будут змогаться 15 успеховых, творческих и активных леди, которые побудовали свое семейное счастье и сейчас выховывают детей. А тем временем в Гомельском городском центре культуры свою «Пригажостись» и «Грацию» будут демонстрировать юные зорочные эстрады, просольные и групповые танцевальные номеры. Тут пройдет концертная программа «Казки зимового вечера» с отделом переможцев и призеров республиканских и международных фестивалей и конкурсов по исходным танцам. Вот это самое интересное, яркое и колоритное. Посмотрите в нашем наступном культурном огляде. Сегодня в Беларуси означается «День юриста». В Гомеле до его примерковали свято здорового галаду життя, на кое запросили усіх жадающих. С поборниц вы пройшли у традиционных для таких мероприемств в месте – на набережной раке СОЖ. Правда, что тычется непосредственно юристов, то для них таки массовый суместный проект стал першим. При этом до высоких показчиков не имкнулись. Левший час, показанный на дистанции у 2,5 км, склал около 8 хвилин. В целом же старт признали поспеховым, в связи с чем такие спортивные святы вырешено сделать традиционными. Здоровый дух в здоровом теле должен гармонично дополнить высокий профессийный уровень специалистов юридичных службов. Правовое образование, где-то может быть оно является основным в работе, где-то оно вспомогательным. Но те, которые работают в системе юстиции, они прошли приличный серьезный отбор. Будем говорить, что юридическая элита работает. Поэтому, безусловно, мы гордимся своими специалистами. На наступных выходных пройдут матчи 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболе. За выходу на наступный этап турниру будут змогаться минимум 4 представники Гомельской области. О других значных спортивных подеях ближайшихся медион расскажет Максим Савин. Черговая серая Полесская дерби чекает аматоров хоккея. На первой стадии чемпионата Жлобинский Металург и Гомель сустракались двойче и обменялись перемогами. Как будет на этот раз, доведаемся Хутка. У авторок 8-го Снежника команды сгуляют у Гомеля. В четверг 10-го Снежника выявить переможцу, и они выйдут на лёд вот этой арены Жлобинского лядового палаца. Центральный матч мужчинского гандбольного чемпионата Украины на наступном тыдне отбудется в областном центре. Сгуляют лидеры. Гомель будет примать столичный СКА. Команды уже сустракались в этом сезоне. На пляце у Цеменчан была зафиксована ничья 29-29. Сустреча у Гомеля обещая быть не менее напруженной. Гульня отбудется у Сираду 9-го Снежня. Жанночая команда гандбольного клуба «Гомель» днём ранее у Гродна сустренится за уцайдером чемпионату командой сборная 98. Баскетбольный клуб «Гомель» сош на наступном тыдне проведет две гульни жанночего чемпионата Украины. В сераду 9-го Снежня гомельчанки чекаются гости команду «Горизонт-2». В субботу они отправятся в Брест, где сгуляют с мясцовой Викторией. И на этом наш выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры.